Привет, дорогой друг! Добро пожаловать на мой канал! Я Лизин Кобзон, а мы продолжаем играть в Запретный Запад! Так, ааа, я... Похоже, человек Драки пытался вскрыть это, но он не понимал, что делает. Так. И теперь вода не поступает, куда должна. Вредитель. Или просто Олух. Да, я туда сейчас пойду. Пока что я ничего крутить тут не буду. Пойдем. Я помню, что я здесь долго что-то тыкала, 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 и в рандомный момент просто это получилось. Типа, ну что, стой. Да, боже мой, ты что, не умеешь вперед прыгать? Так. Молодец. Первый раз тоже можно было так поступить. Ну да ладно. Так. Ой, там здесь что-то важное. Бронзовый слиток. Хорошо. Так. Что у нас есть тут? Похоже на устройство, что мы нашли снаружи. Так. Только это не протекает. Больше его тыкать. Я смогу перенаправить поток. Будешь тыкать? Давай. Вряд ли это остановит утечку в другом распределителе. Ну смотри, подожди, мы потыкали тут. Что я видела. Может, он перекроет подачу подвести трубы. Клапан. Может сработать. Что? Какой? А-а-а. Вот. Теперь должно получиться. Видите, какой клапан. Я видела только вот этот вот. Я его тыкнула. А что ты хочешь? Еще тут вроде больше нет ничего. Так. Теперь вот так. Теперь вот так. И тут есть какой-то... Крутильничек. Может быть, тогда обратно вот этот вот? Кажется, вода пошла. Надо открыть клапан наверху. Пусть вода идет дальше. Вот этот вот открыть. Я ничего не вижу. Надеюсь, это значит, что сработало. Так, господи, все, уже отпусти. Должно сработать. Это вернет воду в палящее копье? Узнаем, когда проверим прореху. Драка знал, что будет, если в столице пропадет вода. Но ему плевать. Он хотел лишь устроить бедствие и перехватить у меня власть. Мы не знаем наверняка. Я буду ждать тебя у прорехи. Приходи. Убедимся, что вода пошла. Хорошо. И не спеши обвинять во всем дракон. Спешат только выскочки. Предводители выжидают. Эй. Пустыня была добра к нам, прислав тебя. Спасибо большое. А зачем вот это? Попробую помешать. Неплохо планирует. Так, что у нас здесь? По пути есть только вот это какая-то местная. Что это интересно? Давайте через него пробежим. В любом случае. Проверим, что за вопросик. И срочно надо будет на базу. Надеюсь, одного клыка мне этого пацана хватит. Интересно, а что нужно у других? Реально надо будет какой-то список ввести. Завести какой-нибудь блокнотик. И туда помечать, что мне нужно. О, тут еда хлёст. Я бегу прямо на еда хлёстом. Это, конечно, грустно. А, ну там, наверное, какой-нибудь этот. Да. Ну давай, появись. Боже мой, он уже здесь. Это мой? Мне помогают. Давайте защипим его. А чё он тут? Огонь и холодность. Дайте холодности. У меня пусто. Так. Ой, хорошо. Так, мало сил. Тихо. Хорошо. Давай обычными. Нет, давай вот это. Вот это. А чё ты делаешь-то? Давай, пожалуйста. Я промахнулась. Так, ладно. Этим биться невозможно, потому что он очень быстрый. В смысле, он большой, я не успеваю. Куда ты? Меня ядом покрывает. А ты куда? А всё, типа, уже померли, что ли? Так, давай вот так. Хотя с другой стороны можно и вот так. Что ты делаешь, подруга? Подруга моя. Ой, боже. Она не выдержит жара. Просто так она хотя бы ещё и просто... Просто горит. У меня больше нет хп. О, она, типа, оглушена. Да, господи, что происходит. Да ты надоела мне! Мне нравится. Что это? Пришибла чуть-чуть. Так, ладно. Мне нужно... Всё, тут мы подрались. Мы идём обратно в этот самый. И потом там возьмём из ящичка... Еду. Не будем тут собирать. Возьмём из ящичка. Да ладно, уже закончилось всё. Чё, музыка-то продолжается. Где я могу войсойти-то? Мам. Ребята, убралась, зализывать рам. Это она, сильнейший, не сможете. Он всегда будет. Приворяется, защитница полетела на арене. Заключи вверх. Что в это время на пустыне? Солдаты охраняют пещеные прорехи. Дождик. Но яры нет. Что происходит? Мне нужно наверх. Ну, она хотя бы вооружена. Ты неплохо сражалась для чужеземных. Мне нужно к прорехе. Боюсь, твоё присутствие необходимо в штабе предводителя. Что-то случилось? Мятежник Дракка задержан за то, что вмешался в работу прорехи. И как он вмешался? Он вломился к прорехе силой. Увидел, что она пуста? Если не считать тоненькой струйки от починенного тобой в пустыне устройства. Это был удар для него. Понятное дело. Я встречусь с ним. Мне нужно наверх. Чужеземка ведёт на рощу. За вождём. Так или иначе. Господи, куда? Мы застряли здесь. Это невозможно. А ты наглец. Кто бы говорил? Этот спор не к добру. Как ты это допустила? Как я это допустила? Начнём с того, что это ты сломал прореху. Тебе повезло, что мы её починили. Иначе твоя голова торчала бы на копье. Разве она работает? Всего лишь струйка. И я не виноват. Я уже говорил, Укта пришёл и сказал, что нашёл в пустыне воду. Я не знал, что это связано с прорехой. Ты думаешь, я в это поверю? Элой, я пришёл за водой, которую они нам должны, а когда выяснил, что её нет, меня арестовали. Я же уже объяснила. Вода возвращается. Но медленно. Прореха наполнится спустя недели. А пока я отправлю в острую длань всё, что могу. Ты скрыла, что случилось с прорехой. И как тебе верить? Драка. Всё, хватит с меня. Довольно слов! Считай это вызовом! Тогда собирай свой отряд. Мы встретимся у враг побеждённых. Мне нужно готовиться к поединку. Уходи! Это станет концом всего клана. Мне надо вмешаться. То есть нам надо. Подожди-ка. Помоги разобраться. Что такое эти врата? Это проход в мёртвый котёл. Для племени это символ надежды. И борьбы с помешанными машинами. Мёртвый? Из-за чего? Никто не знает. Но... Это очень важное место для нашего клана. А теперь оно станет ещё важнее. Ведь там начнётся бойня. Что значит концом всего клана? Обе стороны возьмут верных людей и придут к вратам побеждённых. А потом они перережут друг друга в ритуальной схватке. Ура! Но это лишь начало. Победивший попытается вырезать всех верных проигравшему людей. Война будет длиться месяцы. Весь клан сгинет из-за 42 упрямцев. Можешь остановить их? Я духовник. Я даю советы. Но не могу никого принуждать. Даже вождь Хикара тут бессилен. Это касается только клана. Почему ты думаешь, что я смогу им помешать? Я даже не из вашего племени. Они оба у тебя в долгу. Ты помогла, когда никто больше не мог. И ты заглянула в их сердца, как я когда-то. Они могут ошибаться, но... ...оба достойны защищать своих людей. Думаю, твои слова смогут их как-то образумить. Вот только они не очень любят слушать. Тебя они послушать должны. Ты сокрушила несокрушимый вал. Отразила атаку машин регалы. Я попробую задержать их у врат побежденных. Это к юго-западу. Но без тебя... ...боюсь, у нас не хватит мешков для тел. Это грустно. Че мне нужно делать? Если ты же так и говорит правду, схватка яры и драки приведет к множеству смерти. Ой, восемь. И я должна им как-то помешать. Ладно, пусть она пока сейчас все прогрузится. Все помешать. Снижаюсь. Сейчас я пока... Мне нужно что? Мне нужно вот это. Все закрутилось. Так, давайте смотреть. Значит, навыньки, навыньки, навыньки. Я хочу вот это. Можно сразу прокачать вот это, да? Прекрасно. Так, это что? Ходничь лук в специальности, ну, который мне не наносит урон, может потрясти или опрокинуть машину, сделав ее. Ну, кстати, блин, если я когда-нибудь об этом вспомню, я буду это использовать. Ну, я так говорю про каждое. У меня вот это будет, да? Что, что, что? Ну, как так? Я же замазала. Спасибо. Ладно. Угадали. Так, а что у нас тут каталог? Господи, Господи. Ой, тут может что-то почитать, давайте. Яра. Продводитель неспокойного клана пустынников Яра в своем появлении опирается на строгость и дисциплину. Будучи прославленным безжалостным бойцом, она сохранила власть к благотворительному планированию и готовности принимать трудные решения. Однако, недавно ей выпало самое сложное испытание. Острая нехватка воды в ее единственном источнике. В попытке решить эту проблему, жесткие меры берла к тому, что клан может решиться восстать против нее. Это дурачки, они не обращают внимания. Наконец рядом с упавшей машиной. Упавшей? Не любой. Упавшей? Ну что тут делал? Ну да, видите, тут какое-то задание у котла. Да, они тут эту арену себе сделали. Тут много обозленных тенакт. Драка Ильяра уже здесь. Ты их предводитель. Подрегалой можно справиться. Ты здесь? Да. Гариня Кульрута. Алой. Ты пришла посмотреть на наш бой? Неужели без боя не обойтись? О да, никак. Если вы сойдетесь, все ваши люди начнут бой. И сколько погибнет? А сколько наших людей погибнет потом, пытаясь отомстить? Должно быть другое решение. Прислушайтесь же к ней. Вы оба ее должники. Да он дурачок какой-то. Хочешь потерять еще? Из-за этих потерь я и затеял все это. Поэтому и послал людей на поиски источников. Клянусь тебе, я не причастен к тому, что случилось с Прорехой. Укта пришел и рассказал о подземных ключах, которые ведут к источнику. Все. Я не велел ему иссушать Прореху. Отступи, и мы сможем все это обсудить. Нет. Хватит разговоров и лжи. Яре нельзя верить. Это доказано. Прикол в том, вот смотрите, ситуация. Значит, у вас что-то произошло очень серьезно, потому что вода, это жесть. Вы не проживете три дня без воды. Все, вы начнете помирать через три дня. Это доказано. Ну, вообще, когда мы ходили в поход, вот мы, у нас было, то есть у нас было восемь человек, и у нас было что-то шесть или семь, нет, не шесть, наверное, две, две, а нет, ну да, шесть или семь пятилитровых баклах воды. Мы за полтора дня их съели, все просто подчистую, подсухую, а мы оставались там на три. Вы прикиньте? Мы оставались на три дня, то есть мы приехали вот с утра, день, ночь, день, ночь, и еще, грубо говоря, полдня. Нам пришлось добывать воду, водку, это то есть ничего не приготовить абсолютно, ничего не попить, не поесть, то есть абсолютно, ну, как бы ничего. Вот, и что вы предлагаете ей? Сказать, что ребята, у нас больше нет воды! Ура! Все, племя с ума сойдет. Просто оно в такую панику, они ее там и со факелами на нее пойдут. Я тоже считаю, что не надо было ничего говорить. Яра, это правда необходимо. Он сломал прореху! И не говори, что веришь тому, что он не знал об этом. И все это было частью его плана по захвату власти. Ты не видишь? Именно этого он добивался. Неважно, сколько погибнет, пока он идет к цели. Стать предводителем. Нет. Я его остановлю. Сейчас. Вам обоим надо успокоиться. Это и есть ваш план по спасению клана? Устроить побоище за власть предводителя? Бросьте эти глупости, работайте вместе. Она права. Уберите свои копья и вернитесь домой. Чтобы она осталась за главную? Ни за что. Видите? Ему нужна только лишь власть. Это личная месть. И с этим пора кончать. В этом мы сходимся. Выбирай сторону, Элой. Сейчас все решится. Нужно как-то избежать большого кровопролития. Вот не умеют, Танакт, по-хорошему, да? Боюсь, что так. Ну, естественно, я ее выберу. Боюсь, предводителям это не изменит того, что случилось с прорехой. Если ты хочешь помочь своим людям, не стоит жертвовать их жизнями ради смены власти в клане. Ты правда особенная, пламя пустыни. Но не для того я все это делал, чтобы смириться с положением. Тогда сразись с нами. С двумя. Ты хочешь спасти жизни? Пусть твои люди отступят. Я видел тебя в бою. Эти солдаты со мной. Тогда мы будем за Элой и Яру. Уравняем. Ладно, старик, помирай. Новые правила! Сражаемся только мы! За право вести клан! Был рад знакомству, Элой. А можно я пойду? Я пойду в личную. О, господи! О, господи! Господи, помогите! Где? Я поняла, подождите. Давайте сюда пойдем. Потому что что-то ничего не работает. Так, мощный круговой доносчик. Всем вокруг. А как сделать сейчас? Прыжок, вот. Выстрелить из лука. Значит, нажать и Г удерживать. Давайте. Нажать. Ой, да подожди. Да, конечно! Да где моя еда? Как ее добыло, подождите. Я не понимаю, как? У меня нету лечебных... Подожди, у меня нет лечебных ягод с собой в кармане. Уже лучше. Да е-мое! Я не понимаю, он когда-нибудь перестанет меня бить? Он меня не перестанет бить. Можно попить? Да! Как? Как вот это? Все, убили пацана. Что-то это не все не помогает. Нет. Все кончено, драка. Еще нет. Ты храбро шел по своему пути. Ты умрешь с честью. Такая в расселенности стоит жесть. Неужели иначе было нельзя? Так заведено в пустыне. И что будет теперь? Будем делить воду, что дает прореха, и ждать ее заполнения. Я прослежу, чтобы острая длань получила свою долю. Да, проследи. Пустыня не забывает. И я не забуду, как ты помогла нам. Я дарю это тебе. За заслуги перед кланом. Спасибо. Спасибо. Так. Пацанку. Хорошо, секундочку. А я теперь могу сюда сходить? Там я теперь открыто тут. Что это? А. А, вот она, это тетя. Давайте. Нет, серьезно, у меня нет ничего. А как это? А куда все делось-то? Не понимаю. Ладно, надо будет сходить. Сейчас я поговорю с тетей, и надо будет сходить в эту самую. Багровики. Багровики. Утару? Утару? Да хватит заливать. Если бы один из них сюда сунулся, ты бы его сразу прикончила. Хотела. Он собирал цветы. Прямо здесь, на землях Тенакт. Я уже готова была прибить его, но он запел. Запел? Не помню, что именно он пел. Только звук его голоса. И его имя. Нила. Он решил тут задержаться. А я вызвалась охранять этот район, чтобы быть рядом. И он все не уходил назад в песню долины. Говорил, что из-за цветов. Только не говори, что у меня в роду был садовник Утару. Мог бы, но нет. Меня увлекла жажда битвы. А ему пришлось вернуться к своим. Любопытно, как все могло сложиться. И хотел ли он этого, взял бы меня в песню долины. Или хоть багровик в подарок. Песня долины не близко. Но я там иногда бываю. Я могу собрать багровики и передать Нилу, если найду его. Ну вот именно. Так, пойдемте собирать багровики. Что такое багровики? Кто-нибудь в курсе, что такое багровики? Вот это? А, багровик. Я поняла. Так, фиолетовые травушки, травушки, муравушки. Вот багровик. И вот багровик. Я собрала багровики, я молодец. Так, мне нужно, чтобы здесь где-то было место. Тут есть только костер. Но я могу, в принципе, добежать до костра, получается. Стоит. Идет, в смысле, пацан. Значит, она не любит воду. Не любит. Так. Да, туда я, у меня там будет этот самый. Возьму. А что? А, ну да, все, я поняла. Я просто не поняла, куда я переезжаю. Сейчас я поняла, куда я переезжаю. Ну, я думала, он в другом месте. Ладно. Значит, травник. Нам нужен травник, Нил. Нило. Нила. Хорошо. Спасибо, быстрее. Нужно поискать травника. Вдруг Нилович работает. Подожди. Отдам ему багровики. Во-первых, вот так. Вон, да чужеземка, чтобы варила с хором. Да можно зайти внутрь? Спасибо. Все. Спокушаю. Еще раз возьму. Так. Добрый день. Здравствуйте. Я не туда иду. Выслеживаем. Наши лица страницы. Ходили в священную пищу. Удачной охоты. А ты не должен быть на дежурстве. Ладно, вроде бы вот это меня правильно посылает, да? А, вот сюда надо было. Все, я поняла. Так, я правильно иду. Эти ребята вот очень на аватаров, похоже. Прям вообще капец. Страница. Чем могу помочь? Ты местный травник, да? Тебя зовут Нила? Нет. Нила был тут до меня. Он вроде бы ушел жить на север в шепот реки. А что? Только он может тебе помочь? Нет. Не мне, а кое-кому другому. Поищу. Вот почему я, мне казалось, что он в другом месте. Памятная куща. Прекрасное место. Скорее всего, он за ним ухаживает. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Надо было помочь. Надеюсь, ты найдешь искомое в шепоте реки. Да, я тоже надеюсь. Осторожней. Смотри, куда идешь. Ничего себе, у них тут воды. Заразить порчу. Так, мне нужно быстро спуститься вниз. Зачем это сделала? Их ничего не забудь. Вот, мне нужно туда. Так будет проще. Вот, это уже больше похоже на правду. Вот тут я помню. Вот тут я помню. Да. Такая небольшая полуромантическая история у нас выходит. Так, шо по треке? Ну, по треке. И отдать ему по-бранке. Травник из песни долины предложил поискать его в памятной куще. Памятной куще. Памятной куще. Ты пригодна. Она сказала, Нила? Эээ, привет. Нора? Здесь? Далеко ты от дома. Это точно. Я ищу травника по имени Нилу. Кажется, ты назвала его имя. Ты пришла в нужное место. Его семена легли здесь, среди цветов других ушедших. Рядом с маминами. Я его дочь, Джиа. Как давно он умер? Где-то пять лет назад. Он подарил много сил этой рощи. А мне ещё больше. Поэтому я никогда не покину шёпот реки. Я бы хотела оставить для него цветы. От давней подруги. Багровики. В округе их мало, но они были его любимыми. Никогда не знала, почему. Он сажал их где только мог, но никогда не срывал. Просто любовался их цветением. Звучит знакомо. Так значит, он прожил счастливую жизнь? Да. Именно так. Не знаю, что это за давняя подруга. Но мой отец не стал бы дружить с дурным человеком. Да. Грустно. Ну, спасибо, что хоть это было... Вчера. Это было бы печальнее, конечно. С тобой мы должны... А я тут говорила с вами? А чё ты продаёшь? В смысле, какую-то хрень. Ух ты. Давайте я вот куплю. Сколько мне нужно? Вам всего два. Ну, давай куплю два. Вот это могу купить тоже. Спасибо. Для твоего успеха. Для твоего успеха. Для моего успеха. Для моего успеха. Даже кто-то... Ты всё ходишь. Она просто сидит на блюда... А вот он там увидел. они просто не бегают просто так зрение меня еще не подводит да скоро кончится мой дозор ты нашла садовника моей бабушки и да и нет я возложила багровики на его могилу его дочь сказала его любимая ему нравилось их цветение он умер но думал обо мне все эти годы этого достаточно что серьезно уверена что нашла того со травника а мне казалось ты считала все это вздором ну просто для тебя это так много значило ты могла бы прожить другую жизнь могла бы но моя жизнь вышла неплохой у меня даже есть внучка которая готова ухаживать за мной в диких краях и у меня есть багровики в напоминание анило кажется твоей бабушке стало полегче похоже на то ну в следующий раз предупреди если пойдешь сюда не уходим 1 я подумаю вот страница возьми выгодки вспомнить ее молодые дни спасибо летение чувств успеет 5 5 жесть мне дают просто опыта сыпет мне на голову просто невозможно так что тут еще есть так это все не то ускорение накопление отваги и влечение максимальной выносливости оружие это а мне все на придется вот это купить для того чтобы вот это да ладно вау что возможность взять из кулака призрака во время планирования что что такое кулак призрака что там сейчас было секундочку вот она ударила вот она летит что-то сделала а вот эта вещь неплохая а чё за кулак призрака а где мне взять кулак призрака я прошу прощения еще пять надо мне сюда шесть красота ладно так что у нас тут есть еще скажем так что мне надо тут еще вот так хорошо видно задание так с декой это понятно так вот эти ребята вот это вот надо сюда идти вот в эту сторону то есть это все шляюсь и шляюсь шляюсь и шляюсь так туда мы не пойдем там тоже не пойдем тут тоже так вот тут мы еще не можем это что а дрон наблюдения надо вернуться за дроном там у нас этот самый дам надо будет его завалить много всего что это господи талана чушь ты так далеко ходишь это трасса следующий офигеть кстати вот этот вот сюда может давай сейчас пойду посмотрю можно и туда пройти надо базу вернуться надо подожди все на базу 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 ладно я быстро проверю и вернемся на базу врата побежденных подходящее место для битвы яры и драки а что-то скажешь на сегодня не случилось хорошо что скажи что-нибудь насчет вот этого ты будешь говорить нет видимо нет видимо он все еще не работает жаль к жаль конечно жаль к так сюда мне нужна база мне нужна база мне нужна база нужно пойти сделать штучки для перехвата машин а был слом забыла сломан точно можно же чем-нибудь вот с таким значком стрельнуть чтобы с первого раза его отстрелить реально так ладно с ней я не буду болтать где-то моя база так подожди если она там значит мне надо надя где вход точно там же наверно можно с первого раза кого-то отбить так кажется некоторые голограммы заработали я настроила дисплей чтобы отслеживать войска гадья где комнату столько комнат не поймешь вон она так мне нужно 2 сетка и главный нерв а что все остальные а ну как так но я же выбила его ну почему нужны 2 моя вот это она проникать и ходе и падальщик лугорок тучи рез да вот она ладно так значит мы должны вот это убрать как там вверх господи что это как это что а сигнальный шип о кстати да он как раз рядом так что куда тут идти надо вот следующей серии мы сразу же пойдем на шип вот а ты пока подписывайся на канал ставь лайки пиши комментарии нажимай на колокольчик там все уведомления спасибо что остаешь на моем канале смотришь мои видосы а мы встретимся следующей серии пока а а а